За несколько дней конкурса 28 команд из нескольких стран создали множество скульптур. 14 из них сделаны из снега, еще 14 из льда. Трудиться над фигурами мастера начали еще 13 января. Своё умение демонстрируют не только участники из России. Некоторые шедевры выполнены скульпторами из Индии и Китая, где снег и лед в таком количестве – большая редкость. Все скульптуры осмотрел и глава Красноярска Эдхам Акбулатов. И ледяные, и все снежные фигуры, они представляют себе идею, какую-то несут себе идею, этим они интересны. Мне кажется, наш фестиваль набирает обороты, он становится все более и более интересным, все более содержательным с точки зрения того, что в каждой из этих скульптур заложена философская мысль. Фестиваль «Волшебный лёд Сибири» уже стал традиционным украшением зимнего Красноярска. Его проведение стало возможным благодаря поддержке почетного гражданина города Хазрета Савмена. Посмотреть на скульптуры приходят тысячи горожан. Конкурс приурочен к 10-му зимнему фестивалю искусств и посвящен творчеству нашего известного земляка Василия Сурикова. Поэтому одной из экспозиций стала выставка картин воспитанников детской художественной школы имени Сурикова, которая была основана самим великим художником. Но главными экспонатами стали, конечно же, ледяные и снежные скульптуры. В этом году первые места в главных номинациях взяли команды из Тувы и Якутии. Мы постоянно стремимся делать от души, чтобы все было прекрасно. Обладателями приемов и симпатий являются в номинации... Стремление к лучшему – это главный стимул наш. Мы посвятили воплощению теплой зоне Республики Тува. Для вручения специального приза... Мы пока хотели показать природу, ландшафт южных степей нашей Родины. Хотя конкурс завершен, созданные мастерами фигуры останутся на набережной Енисея, чтобы продолжать радовать своей красотой горожан и гостей Красноярска. Сергей Сеславин, Максим Галат. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok